Всем привет! Добро пожаловать на канал Progblog.tv и в Берлин. Привет, Миша! Привет! Ты задумался о том, чтобы выбрать страну уже для физического переезда. Как ты выбирал страну? Мы сейчас находимся в Германии, ты здесь живешь 5-6-3 года. И Германия была твоей целью или ты рассматривал какие-то еще другие страны? С тех пор, как я начал ездить по разным странам, я рассматривал каждую страну и каждый город, который я посещал в качестве места проживания. И я оценивал, я смотрел по странам и думал, как это было бы, если бы я тут жил и работал full-time. Первая страна, которую я посетил, была Португалия. Я приехал в Лиссабон и я понял, что, блин, конечно, очень интересно все по-другому, все по-европейски, но атмосфера в городе была очень специфическая. Я понял, что нет, тут я не смог бы работать. Пока я работал тут удаленно, мы с моей девушкой ездили в Италию, потом мы поехали в Германию. Я предложил Германию, мы взяли машину и проехались по основным городам Германии. Посмотрев все города, мы поняли, что Берлин очень крутой. И Берлин понравился мне. Вообще, я знал, что Берлин должен быть интересным, потому что я в интернете много читал, что он очень похож на Silicon Valley. Мы посмотрели Берлин вживую, мы поняли, что, блин, очень круто, давай вместе искать работу. Получилось так, что мы нашли работу почти в одно и то же время. Я переехал сюда в сентябре 2015 года, в конце сентября, она переехала на месяц позже. Я знаю, что когда ты работал удаленно, ты ездил еще в Нью-Йорк в командировку. И рассматривал ли ты, как тебе понравился Нью-Йорк с точки зрения атмосферы, мог ли бы ты туда переехать? Я с самого начала знал, что мне будет хотеться работать в Силиконовой, в Кремниевой долине. В Силиконовой тоже правильно. Я, посетив Нью-Йорк, я понял, что Нью-Йорк тоже очень крутой. И мои желания переехать в штаты, они еще больше усилились. Но я знал, что переехать в штаты было бы очень-очень тяжело. Во-первых, из-за всяких сложностей с H1B, из-за лотереи, из-за моего неидеального английского языка на тот момент. Часто идеальный. Я не то, что отмел возможность переехать в штаты, она не реализовалась. Я с удовольствием, если бы что-то появилось, я бы переехал, но ничего не появилось. Я собеседовал несколько компаний, мне отказывали, и я переехал туда, куда мне переехалось. И я доволен, в принципе. Да, ты три года живешь здесь. Мы поговорим о том, как тебе Берлин нравится, но немножко давай пробежимся по компаниям, которые ты здесь работал. Как вообще проходит собеседование, вот стандартное собеседование в немецкую компанию здесь? Из каких этапов оно устроено? И мои подписчики скажут, как устроено сейчас в России. И таким образом можно будет сравнивать. Давай скажем так. Во-первых, когда мы говорим про Берлин, мы говорим не про Германию. Работа в Берлине и компании в Берлине совершенно другие, нежели в основной Германии. Хорошо, давай говорить про Берлине. Есть какие-то пересечения со стартапами в Мюнхене, может быть, с каким-то стартапом в Гамбурге, но в целом тут вообще все совершенно по-другому. Как проходят собеседования в Берлинские компании, какие основные этапы? Если ты помнишь, и я уверена сейчас точно так же, в российские компании, пожалуй, кроме Яндекса, может быть, Mail.ru групп, не спрашивают по алгоритмам, не спрашивают просто по структурам данным. Короче, смотри, Яндекс, Mail.ru и всякие остальные крупные компании типа Угла, они спрашивают про алгоритмы и про теорию Computer Science по какой-то определенной причине. Они не спрашивают, потому что они считают, что это необходимая часть собеседования. Они со своим собеседованием пытаются оптимизироваться на какую-то определенную метрику. Они пытаются минимизировать false positives в их собеседованиях. Они, то есть, смотри, они не тратят время на выбор людей. Они просто впускают всех, кто приходит к ним, вот эта вся воронка всех людей. Они проводят их через одинаковый процесс собеседования и пытаются максимизировать шансы того, что человек окажется крутым программистом. Есть огромная вероятность, и очень часто происходит так, что задавая вопросы про алгоритмы структур данных и про всю эту теорию, они отсеивают реально крутых программистов. Как, например, помнишь, не знаю, если следил, чувак один, который создал такую штуку, которая называется Homebrew. Это штука, которая позволяет тебе устанавливать пакеты на макосе в стиле Ubuntu. Точно, я знала. Короче, это инструмент, которым пользуются, не знаю, я бы сказал, 90% разработчиков, которые живут на маке. Но в гугл его не взяли, потому что он не ответил на какие-то теоретические вопросы. Но, несмотря на это, не знаю, все девелоперская комьюнити, они считают этого чувака очень крутым, потому что он сделал крутую штуку. То есть, как бы есть то, на что оптимизируется Google, и есть другое множество людей, кто могут быть реально крутыми программистами. Google находит каких-то определенных людей. В Берлине на что ориентируется? Ориентируется на американский рынок? То есть, я имею в виду, что на вот эти стандарты Google, спрашивать алгоритмы, или у них есть какое-то свое видение? Зависит от компании, конечно же. В идеальном мире компания должна понимать, что она делает и каких людей они ищут. Если они прекрасно понимают то, что они пытаются сделать, потому что наймом они пытаются решить какую-то определенную проблему. Они пытаются найти людей, кто будет заниматься какими-то определенными вещами. Если они думают с точки зрения проблемы, они находят какие-то определенные решения, как эту проблему решить. Они таким образом выстраивают какие-то процессы найма, таким образом, чтобы самым эффективным способом решить эти проблемы. Если компания, какая-нибудь маленькая компания, начинает спрашивать про теоретические вопросы, про алгоритмы, про структуру данных, то, скорее всего, они просто набрались это у Google, и они думают, что если Google делает так, то мы тоже должны делать так, потому что это круто. Мне кажется, это неправильно. Например, то, как мы делаем сейчас, то, как я провожу собеседование, сначала мы узнаем человека на личном уровне, мы смотрим, насколько с ним легко общаться, насколько он по культуре подходит нам. Сначала этим занимается наш бизнес-чувак, он рассказывает про продукт, про наш, он рассказывает про цель нашей компании, он ведет такой разговор о всем подряд, чтобы посмотреть, как человек общается и что это вообще за человек, чем он мотивирован. Ну, такие общие вопросы. По мере того, как человек рассказывает про свой опыт, становится понятно, насколько человек заинтересован вообще в том, что он делает. Короче, вот просто из обычного разговора, не знаю, в течение часа становится понятно довольно много. Потом точно такой же разговор делаю я. Я спрашиваю человека про опыт, я очень пытаюсь уйти глубоко в какие-то технические детали, чтобы понять, реально ли человек понимает то, о чем он рассказывает, насколько его опыт обширен и насколько он вообще понимает не только, как писать код, как нажимать клавиши на ноутбуке, но еще как вообще все устроено и почему в мире разработки, почему есть такие фреймворки, почему люди используют этот вместо этого, почему там есть какие-то разные базы данных. То есть, вот такой, знаешь, на абстрактном уровне. И если человек просто как бы знает это на практическом уровне, они обычно, ну, у них не получается отвечать на эти вопросы. Вот. И вместе с этим можно видеть, насколько человек опытен вообще в принципе. Потому что, например, если ты спросишь какие-нибудь такого рода философские вопросы о фреймворках, о парадигмах программирования человека, кто, не знаю, два года программировал, он не сможет ответить, потому что у него нет всей этой картины того, что, как и почему. Вот. Если ты спросишь человека, у которого, не знаю, лет 10 или 12 опыта, там же есть большая вероятность, что они об этих вещах задумываются и что они все это понимают. Как бы очень, конечно, часто происходит так, что они этого не понимают, но мы ищем тех, кто об этом задумывается. Да, ты рассказал о том, как вы подходите. Там еще третий этап есть. Третий этап какой? Третий этап. Конечно же, посмотреть, как человек пишет код. Потому что то, что он рассказывает, это одно, а то, как он решает непосредственно проблемы, то, как он пишет код, то, как он использует компьютер, это совершенно другая тема. Например, есть, я видел много разработчиков, у кого, не знаю, 14 лет опыта, 16 лет опыта или 20, но они делают большинство задач, выполняют большинство задач на компьютере мышкой. Несмотря на то, что они там пользуются Linux, у них есть терминал, у них есть хоткей, у них есть куча всего, они берут отдельную мышку с их ноутбуком, даже не тачпад, а мышка, очень-очень медленно возюкают по дерьмовому столу, на очень медленном ноутбуке они пытаются кликать на какие-то маленькие штучки. И, ну, не знаю, мне кажется, это как бы недостаточно эффективно. А ты вот говоришь, мы, мы, где ты сейчас работаешь, расскажи. Чем ты занимаешься? Я работаю в стартапе. Разработка продукта начала производиться меньше, чем год назад, в прошлом сентябре. И меня туда наняли как человека, который управлял бы разработкой, который как бы задавал направление всему этому, потому что компания основывалась двумя бизнес-чуваками. Один селс, другой типа бизнес-девелопер. Я должен был заниматься разработкой, но разработкой не, как бы, не один, а так как у них были огромные планы на эту компанию, они хотели начать очень-очень резко, то нам пришлось нанять как бы сразу несколько разработчиков и создать эту команду и начать двигаться вперед как можно быстро. компания сама по себе работает в индустрии отелей. Наша цель – помочь этим отелям заработать как можно больше денег благодаря оптимизации коммуникации между такими отелями и гостями, которые приезжают в такие отели и которые как-то интересуются. Важно заметить то, что отели, с которыми мы сейчас начинаем работать, они, мы называем их family operated. То есть это не какие-то сетевые отели, там типа Hayata, типа Holiday Inn, а маленькие отели, которые управляются одной семьей. И из этой семьи там один человек управляет бизнесом, там занимается закупкой каких-то продуктов, чем-то еще, там жена его может быть занимается уборкой комнат, бабуля у них готовит еду, вот в таком стиле. И так как отель управляет такой семьей, то у них нет никаких ресурсов на маркетинг, у них нет ресурсов на какую-нибудь рекламу, на еще что-то. На рынке таких отелей есть софт, который упрощает таким людям жизнь, но как бы так как индустрия, как я сказал, довольно древняя, и там все очень-очень слабо развивается, то принципиально инновационного софта в индустрии нет. И это то, что мы пытаемся заполнить. Как у вас складывается в коллективе общение? То есть почему я спрашиваю? Потому что в Америке коллеги не очень общаются друг с другом, они не ходят куда-то там, как говорится, out. А в России даже я помню, что у вас в компании, в которой ты работал с моим мужем, вы дружили, ходили куда-то там, не знаю, в бары и просто проводили время. Как здесь с этим? Я думаю, ты сравниваешь две разные вещи. Одно дело просто какие-то коллеги, другое дело коллеги, с которыми тебе интересно общаться. То есть вот в той компании, в которой я с Мишаней работал, я не ходил со всеми коллегами в пар, я ходил только с Мишаней в пар, потому что с Мишаней было интересно общаться. Точно так же вот тут. Есть какие-то люди, с которыми мне было интересно общаться, и несмотря на то, что я уже в тех компаниях не работаю, я все еще нахожусь не в контакте. Я, не знаю, я хожу с ними на ланч, я встречаюсь, не знаю, иногда с ним по вечерам что-то обсудить. Я, не знаю, просто общаюсь с ними. Но, ну, как бы, такой культуры, что люди просто, не знаю, только потому что они коллеги ходят, не знаю, по вечерам куда-нибудь вместе на какие-нибудь, не знаю, какие-нибудь барбекю в парк. Такого нет. Кстати, насчет визы я у тебя не спросила. Насколько вот сложный процесс получить визу рабочую в Германии для айтишника? Если тебе сделали offer, и если твой background, твое образование как-то удовлетворяет требованиям, не знаю, требованиям государства, то виза тебе просто обеспечена. Сейчас как раз-таки ты ответственный за разработку, ты участвуешь в собеседованиях, видимо, по какому-то там технической составляющей ты принимаешь решение, этот человек подходит или нет. Как ты смотришь уже вот с позиции вот такой, которую ты сейчас занимаешь, на удаленную разработку? Я как интроверт хочу сказать, что мне удаленная разработка очень важна. Но мы пока еще на работе не смогли настроить процессы так, чтобы удаленная разработка работала. Я надеюсь, что мы придем когда-нибудь, придем когда-нибудь к этому, потому что на самом деле я как бы сейчас вижу в этом очень много пользы, потому что, опять же, зная себя как интроверта, мне намного комфортнее работать, не сидеть в офисе, что меня там каждые пять минут отрывают и спрашивают, смотрят мне через плечо. Мне более комфортно работать где-нибудь в изоляции, но не в полной изоляции, не знаю, там в квартире, потому что в квартире скучно. Несмотря на то, что ты интроверта, мне все равно нужно находиться вокруг людей, но чтобы они со мной не общались. А на каких сайтах вообще искать работу в Германии? Ты все-таки сейчас там уже, это твоя третья работа, третья компания в Германии, да? Есть ли какие-то местные сайты, где вывешивают вакансии? Да, конечно, есть. Самый такой популярный, который я знаю, это Берлин Стартап Джобс. Я не помню, как он там пишется, но если загуглишь Берлин Стартап Джобс, ты получишь этот сайт. Мы ищем людей на Stack Overflow, мы ищем людей на Honeypot, мы ищем людей на Talent.io, и мы... Да, по-моему, это все. Вот, ну и в основном очень... Самые крутые работы всегда находятся по рекомендации. Это всем известно. Как тебе живется в Берлине? Вот как ты можешь оценить Берлин с точки зрения и IT-тусовки, и просто жизни? Насколько здесь комфортно? Мне нравится то, что Берлин довольно дешевый, и, наверное, это как-то влияет на общие качества жизни тут. То есть тут нет... Смотри, например, по сравнению с крупными городами, типа Москвы, Лондона, какого-нибудь Парижа, тут нет такой большой разницы между слоями населения. То есть очень тяжело, идя по улице, сказать, вот этот бомж сидит или, не знаю, СТО какого-нибудь стартапа. Тут люди не пытаются показать свой статус как можно больше. И поэтому тут никогда за обедом ты не будешь разговаривать о том, насколько крутую квартиру ты нашел, насколько крутую машину ты купил. Потому что, во-первых, люди этим не занимаются, во-вторых, они не считают это важным разговаривать об этом. То есть это не самое важное в их жизни. Самое важное в их жизни в Берлине это получать удовольствие от того, что они делают и тусоваться с людьми. А есть ли какие-то минусы? Минусы? Берлина. Для тебя, естественно. Да, да. То, что... То, что... Несмотря на то, что Берлин – это национальный город, как бы основной язык все еще тут немецкий. И я очень ленивый, и мне не хочется учить немецкий, но если я хочу полноценно интегрироваться, или, например... Ну, да, если я хочу полноценно интегрироваться, там, уметь пойти на почту, отправить посылку или пойти, например, сдать там наводительские права, то мне нужен будет хотя бы какой-то немецкий. Конечно, там все становится лучше, и, например, даже в миграционной службе как бы сотрудники начинают изучать английский язык, но все равно пока не идеально. Например, на почте они этим не занимаются. И поэтому сходить на почту для меня каждый раз – стресс. Потому что я не знаю, как объяснить то, что мне нужно. Да. А есть ли у тебя профессиональная мечта? Профессиональная мечта? Да, конечно. Как-то в положительную сторону повлиять на то, что у нас есть в мире. Как-то двинуть прогресс человечества вперед, но... в важном направлении. Ну, например, есть ли у тебя какой-то профессиональный ориентир? Ну, не будем называть кумиром, но вот ориентир. Ориентир? Ты хочешь услышать, что я скажу Элон Маск? Нет. Ну, окей, не Элон Маск. Скажи нам, назови нам новое имя. Я бы, наверное, сказал... Я не знаю его очень хорошо, но мне кажется, Питер Тиль. Чем занимается? Ну, смотри. У него как бы... Он сейчас занимается только венчурным капиталом. Он инвестирует в компании. У него есть... Он начинал две известные компании. Первая – PayPal, а вторая – Palantir. Вот. Несмотря на то, что люди жалуются на то, что Palantir как бы пытается следить за... Не знаю, за американцами. Но мне кажется, что Palantir – это такая компания, которая, наоборот, пытается внести какой-то порядок в мир. Потому что основная миссия Palantir – это уменьшить, не знаю, количество терроризма. Потому что они помогают, не знаю, государству или, может быть, каким-то службам разведки в анализах данных, которые есть у них, и, не знаю, как-то применять их... аналитические, не аналитические, применять их инструменты в борьбе с мировым злом. Мы завершаем интервью и в завершении задаю вопрос про деньги. Сколько остается в процентах денег от дохода твоего после всех ежемесячных трат? С учетом того, что ты живешь с девушкой, вы оба работаете. Я бы сказал, где-то чуть меньше половины. Неплохо. Тогда напоследок расскажи о том, что бы ты посоветовал изучать ребятам, которые хотят быть в тренде и немецкого рынка, и вообще, наверное, мирового рынка, чтобы быть востребованным здесь, на рынке. Со временем я понял, что знание технологий, инструментов, которые используешь, это важно, но это не единственный скилл, который у тебя должен быть. Что важно уметь, это умение общаться с людьми. Поэтому перед переездом это самое основное тут, изучать английский язык и практиковать его как можно лучше, чтобы, не знаю, уметь изъясняться. Потому что, если ты знаешь все свои технологии и ты собеседуешься в какой-нибудь компании, то ты не сможешь без английского языка очевидно показать, насколько ты все это знаешь. Учиться разговаривать с людьми, учиться изъяснять свои мысли. Я понимаю, что это не что-то, что ты можешь почитать в книжке, и это не что-то, чему учат, но если ты научишься это делать, то у тебя будет огромное преимущество перед всеми остальными. По технологиям, я думаю, всегда важно понимать фундаментальные вещи в программировании. Для программирования фундаментальные вещи это как раз теория компьютер-сайенса, которую Google и Яндекс спрашивают. И я думаю, важно это учить не только для того, чтобы проходить собеседование, для того, чтобы понимать вообще, как вообще все устроено. Потому что все знают, что история всегда повторяет тебя. И несмотря на то, что какие-то вещи были придуманы в 70-х годах, они начинают активно использоваться сейчас. Например, если вспомнить React.js, то он построен на каких-то фундаментальных принципах функционального программирования. или с тем, как развивается популярность распределенных впечатлений, когда у тебя есть Google Cloud или, не знаю, какие-нибудь кубернетисы, появляется острая необходимость в том, чтобы все это координировать. И алгоритмы за таким штуком, как звукипера, они становятся очень важными в понимании. Потому что без этого ты просто не сможешь построить какие-то серьезные шприжные системы. Ты, конечно, можешь взять то, что сделали за тебя другие и как-то там слепить с помощью жвачки все в этот месте, но оно будет так себе. Если ты хочешь сделать что-то очень крутое, то нужно понимать, как это все работает. Хотя бы для себя. Если ты понимаешь, то ты можешь не только объяснить другим, что ты все это понимаешь, но еще ты можешь создать что-то принципиально новое. Какое-то новое применение всех тех древних алгоритмов, которые были придуманы в 70-е годы, во времена зарождения всей этой технологии. Что ты изучаешь сейчас? Изучаешь ли вообще-то что-то? Короче, я сейчас... Мне приходится работать с людьми, то я изучаю те скиллы, которые я не развил в течение своей карьеры программиста. Это взаимодействие с людьми, менеджмент, лидершип, понимание людей, не знаю, психология. То есть, все такое фундаментальное. Психология и философия – это самое интересное. Ну, посоветуй какие-то книги по тому, что ты изучаешь, или, может быть, ресурсы, я не знаю. по менеджменту есть крутая книга от CEO Intel, которая называется High Output Management. Это вообще прям основная теория менеджмента, эссенция всего менеджмента. Что такое менеджмент? Зачем нужны менеджеры компании? Менеджеры менеджеров? Зачем нужны менеджеры менеджеров менеджеров? Зачем нужны митинги менеджеров? Как обстоят дела с work-and-life balance в Берлине? Кажется, это дела. Говорят, что немцы, они такие, в 5 часов встали, и все. И трава не расти, работал, не работал, в 5 часов они домой. Ты, у тебя достаточно большой опыт, ты работала в компаниях, сейчас ты работаешь в стартапе. Как у вас дела? Это довольно сложный вопрос, потому что это меняется от места к месту, и от немца к немцу. Есть. Я даже не могу однозначно ответить. Да, есть. Есть люди, кто работает 8 часов в день, и они уходят, постоль они отработали в 8 часов, но при этом они работают очень-очень сфокусированно. То есть, они могут прийти и вот начать работать, не делать ничего, кроме этого, работать, работать, работать. В 8 часов прошло, они идут домой, к своей семье. Вот я так не умею. И я помню, в Яндексе вот такой культуры вообще не было. И это было для меня очень удивительно, что люди могут так делать. Потому что в Яндексе, я помню, ты приходил, когда хочешь, ты уходил, когда хочешь, и ты работал как, не знаю, а потом как ты можешь. Я могу сказать, что я не работал продуктивно все время, которое находилось в войсе, потому что там когда-то получалось, когда-то не получалось. Но есть люди, которые приходят, делают свою работу. Сколько часов в неделю ты, например, здесь работаешь, чтобы была какая-то цифра? Ну, условно говоря, там 60 часов, 40, 20. Ну, я бы сказал, в районе 40. Ну, то есть, не 100 часов. Нет, не 100 часов. Это все европейская расслабленность. Но расслабленность не в том плане, что зарабатывать деньги никому не нужно. Просто, мне кажется, у европейцев немного другое представление о том, что такое быть эффективным. Например, если ты сравнишь подходы к медицине в Европе и в Штатах, то они принципиально разные. Например, в Штатах люди очень часто используют всякие обезболивающие. Если у них там что-нибудь заболело, закинуться парочкой обезболивающих таблеток. Пришел к врачу, у меня болит голова. Держи еще обезболивающих. Болит, не знаю, локоть. Знаете, других таблеток, которые снимут боль в локте. В Европе медицина немного другая. Ты, если приходишь к врачу, говоришь, я, не знаю, очень сильно простыл, я в течение, не знаю, двух недель у меня был кашель очень-очень сильный, у меня болит голова, он говорит, ну, не знаю, выпей чайку, отдохни. Типа, тебе не нужно ничего делать. Твой организм сам с этим справится, и, как бы, ты не должен пичкать его чем-то, чем-то неестественным. Просто, не знаю, выпей чайку, полежи в кровати, не сходи на работу пару дней, отдохнешь, а границ остановится. Мне кажется, точно такой же у них подход к всему остальному. То есть, как бы, ты можешь находиться в офисе, не знаю, 100 часов в неделю, но вопрос, будешь ли ты продуктивен на все эти 100 часов, или ты будешь просто находиться, не знаю, там, с чуваками, которыми тебе весело там тусоваться в офисе, и, не знаю, пить пиво по вечерам, или что-нибудь еще, играть на стольный теннис. Вот, мне кажется. Спасибо за ответы, за интервью в целом. Спасибо за то, что досмотрели это видео. Не забывайте подписаться на канал. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok